Предприятие «Новоросбетон» было создано в 2009 году как изготовитель и экспортер бетона. За каких-то пару лет из небольшого производства оно выросло в огромный завод с тремя линиями. Но мощное предприятие в сложный для страны экономический период попало в так называемую зону турбулентности. Жадкое положение на рынке могло оставить людей без рабочих мест, если бы, конечно, не помощь государству. Наше предприятие «Новоросбетон» в 2016-2015 году явилось получателем субсидий краевого и регионального уровня. В настоящее время наша организация активно развивается, набирает обороты. Мы конкурентоспособны, у нас появляется новая техника, новые линии. Как и все российское производство, «Новороссийский завод» борется с трудностями. Руководство города старается сегодня сделать все, чтобы сохранить коллектив и достойную заработную плату. И вот результат. Еще одна современная новая линия. Расширяется производство, увеличиваются рабочие места. Это предприятие – практически строительная кухня. И такое сравнение неспроста. Здесь взвешивают, сушат, варят, смешивают и получают смесь на века. Основных ингредиентов 5 – щебень, песок, вода, цемент и смеси. Львиная доля материалов – отечественная. Сегодня мы были на предприятии, которое получило субсидии от города на приобретение в лизинку автомобилей. И отрадно видеть, что как с помощью и администрации, так и само предприятие стабильно развивается. Мы увидели, что на сегодняшний день уже приобретена новая линия для изготовления бетона. Мы и дальше готовы помогать предприятиям для развития. Задача номер один на сегодняшний день – сохранить то, что уже наработано, приумножить и развить это, а также стать привлекательными для инвесторов, отмечает первый заместитель главы города. Сегодня период нестабильности позади, впереди работа на перспективу, а значит увеличение мощностей. Увиденным результатом Виктор Цыбань остался доволен. Бетонная промышленность – новая точка роста Новороссийска. Алина Калмыкова, Андрей Супрунов, Новая Россия.